ЗВОНОК В ДВЕРЬ Президент Ильхам Алиев прибыл сегодня с государственным визитом в Республику Узбекистан. В Ташкентском международном аэропорту имени Ислама Каримова в честь президента Ильхам Алиева был выстроен почетный караул. Президент Ильхам Алиева встречали премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и другие официальные министры. Президент Ильхам Алиева. Сегодня в Ташкенте состоялось открытие площади Гейдара Алиева. В церемонии открытия приняли участие находящиеся с государственным визитом в Узбекистане президент Ильхам Алиев и президент Узбекистана Шавкат Мирзьоев. На церемонии выступили глава Узбекистана Шавкат Мирзьоев, президент Азербайджана Ильхам Алиев. Укрепление традиции толерантности азербайджанского народа. За относительно короткий срок в стране были созданы новые отрасли. Все эти годы Узбекистан твердо стоял на позиции. Он очень емко и точно охарактеризовал. Гейдар Алиев посвятил всю свою жизнь служению Азербайджану. Городостроительство. Все это мы видим и этому всему мы радуемся. Президент Ильхам Алиев и президент Узбекистана Шавкат Мирзьоев посетили монумент независимости в Ташкенте. КОНЕЦ 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 Монумент Монумент Затем в государственной резиденции Куксарой в Ташкенте состоялась церемония официальной встречи президента Ильхама Алиева. В честь президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретил президента Азербайджана Ильхама Алиева. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Узбекистана. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начальник почетного караула отдал рапот президенту Азербайджана. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok По звуке военного марша почетный караул прошел перед главами государств. ДимаTorzok 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 по ряду направлений между соответствующими структурами двух стран. Между Узбекистаном и Азербайджаном есть большой потенциал для расширения торгово-экономических связей. Такую мысль озвучил на бизнес-форуме заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков. Он отметил, что Азербайджан и Узбекистан могут расширить сотрудничество, создать совместные перерабатывающие предприятия, поставлять свою продукцию в третьи страны. Говоря о значимости бизнес-форума, узбекский министр довел до внимания, что мероприятие является взаимовыгодной платформой для выявления новых инициатив и направлений. Министр экономики Микаэл Джабаров отметил важность взаимных официальных визитов глав государств и состоявшихся переговоров в развитии двустороннего сотрудничества. Министр экономики Узбекистана пригласил бизнесменов страны воспользоваться созданной в Азербайджане благоприятной деловой средой и реализовать совместные проекты. На мероприятии руководитель Аспрома Юсив Абдуллаев, председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов, председатель правления Агентства по развитию экономических зон Эльшат Нурьев, председатель правления Открытого акционерного общества Ускемью Сануат Жарабек Мирзамахмудов, председатель Ассоциации Узельтех Сануат Мирзиот Юнусов, председатель Ассоциации Устекстильпром Эльхом Хайдаров и председатель Ассоциации ювелиров Азербайджана Токрул Абазгулиев рассказали о расширении связей в соответствующих отраслях экономики, экспортном инвестиционном потенциале обеих стран, деловом инвестиционном климате. В рамках бизнес-форума между соответствующими структурами ведомствами двух стран были подписаны меморандумы и документы по защите авторских и смежных прав, сотрудничестве в сфере туризма, энергетики, архивного дела, медиа, экспорта инвестиций, торговли и промышленности, локализации производства автомобилей, текстиля на 2022 год в области строительных материалов и экспорте медицинской продукции в Узбекистане. Мероприятие продолжилось встречами председателя деловых кругов двух стран. Орханг Асамлын, Раслан Зайдэ, Новости АСТВ. А сейчас мы подключаемся к Ташкенту. Наш коллега Джейхун Вагифаулу расскажет о государственном визите президента Ильхамалиева в Узбекистан. Здравствуйте, Джейхун. Вам слово. Да, добрый вечер, Ксения. Я вас приветствую из Ташкента. Сегодня в Ташкенте очень тепло, солнечная погода и также тепло. Узбекская столица встречает президента Азербайджана, который находится здесь с государственным визитом. Улицы Ташкента украшены государственными флагами двух стран. Установлены очень большие мониторы с портретами главы нашего государства со словами «Добро пожаловать». Как вы знаете, сегодня состоялась торжественная церемония открытия площади и Борельефа Гейдара Алиева в одном из уголков Ташкента. На мероприятии приняли участие главы государств Ильхам Алиев и Шавкат Мирзьоев, а также представители узбекской общественности. В этом году в Ташкенте прозвучало очень много теплых слов об отношениях наших стран и народов, об исключительных заслугах общенационального лидера азербайджанского народа, в том числе в деле укрепления дружбы и сотрудничества двух стран, о его чутком отношении к Узбекистану, к узбекской культуре и искусству. Затем президент Ильхам Алиев возложил венок к памятнику независимости в парке «Новый Узбекистан». Главу нашего государства там проинформировали, подробно проинформировали об этом очень уникальном архитектурном произведении, о его значении символическом и о его особенностях. Затем состоялась церемония официальной встречи. Главу государства сделали официальное фото. Состоялись также встречи в узком составе, в расширенном составе. Был подписан большой пакет документов и главы государства выступили с заявлениями для прессы. Должен сказать, что стороны обсудили очень широкий спектр вопросов двухсторонней повестки дня. Здесь находится очень большая представительная делегация нашей страны. А программа государственного визита президента Ильхам Алиева в Узбекистан очень насыщенная. Вообще, сам по себе, это высший статус среди всех визитов. И это также свидетельствует о высоком уровне политического взаимодействия двух стран. Сейчас мы находимся на территории Ташкентского технопарка. И здесь глава государства знакомится с предприятиями резидентов технопарка. История двухсторонних отношений наших стран и народов уходит в глубь веков. Дружественные отношения и многогранные связи имеют очень глубокие корни. Они основаны на общих культурных, духовных ценностях, на взаимном уважении и доверии. В период независимости отношения Баку и Ташкента стали развиваться в соответствии уже с духом нового времени, в условиях суверенитета. Азербайджан и Узбекистан выстроили очень эффективное взаимодействие в политической, экономической и гуманитарной сферах. Мы продолжаем отслеживать государственный визит президента Азербайджана в Узбекистан и будем сообщать вам о новой подробности. У меня на этом все. Ксения. Благодарим за подробную информацию. Напомним, что на прямой связи со студией был наш коллега Джейгун Ваги Фоглу. А мы продолжаем наш выпуск. В турецком городе Конья проходят международные летно-тактические учения «Антарийский Орел-2022». На начальном этапе учения в соответствии с предусмотренным планом инструкторы проинформировали участников о правилах безопасности, разъяснили вопросы, связанные с летными и другими задачами. Согласно плану, после уничтожения средств ПВО условного противника военные летчики нанесли авиадары по намеченным целям. Поставленные задачи были успешно выполнены. Международные летно-тактические учения продолжатся до 1 июля. У агентства по разминированию Азербайджана с сегодняшнего дня начинается ряд встреч в Люксембурге, Бельгии и Швейцарии по вопросам, связанным с гуманитарным разминированием. Цель встреч – оценить масштаб минной проблемы, с которой столкнулся Азербайджан и ее последствия, препятствия для восстановительных работ и реконструкции из-за высокого уровня загрязнения минами, а также в связи с этим обратиться к мировому сообществу и донорам. Первое мероприятие в здании Европарламента в Брюсселе посвящено гуманитарному разминированию. Встречи продолжатся до 22 июня. Кербайджарским и Лачинским пастбищам возвращается прежний облик после 30-летней оккупации. Как и в прошлом году, овцеводческие и пчеловодческие хозяйства и в это лето переведены на пастбище. В этом сезоне их количество значительно выросло. На пастбище перегнали более 300 тысяч голов мелкого и крупного рогатого скота. Уже проведены и первые мониторинги в овцеводческих хозяйствах. Здешние пастбища богаты травой и кормовыми запасами. Поэтому до оккупации пастбища Сарьер-Сюид-Люгошташ были на летний период основными местами животноводческих хозяйств. Более чем 30 районов. Уже второй год после освобождения наших земель от оккупации, животноводческие хозяйства проводят лето на пастбище Глащина и Кельбайджара. В прошлом году в рамках пилотного проекта на Кельбайджарские пастбище было переведено около 10 тысяч голов мелкого и крупного рогатого скота. В этом году поголовье скота на пастбище как минимум увеличилось в 30 раз. По имеющейся на сегодня информации на Кельбайджарские и Лачинские пастбище перегнали более 300 тысяч голов мелкого и крупного рогатого скота. Владельцам ферм, которые зарегистрированы на портале и имеют в соответствии с регламентом количества животных, разрешено перегонять свои стада на выбранные участки Кельбайджарских и Лачинских пастбищ. Перегоняемые на летние пастбище скот сначала проходят ветеринарный контроль. Делаются прививки от особо опасных заболеваний, в том числе от чесотки сибирской язвы. В настоящее время сотрудники Агентства аграрных услуг осуществляют мониторинг о вцветческих хозяйств на летних пастбищах. Вместе с ветеринарами мы проверяем общее состояние стада. Животные проходят общий осмотр. Нуждающимся в лечении оказывается ветеринарная помощь. В отличие от прошлого года, этим летом на Кельбайджарские и Лачинские пастбища разрешили перевезти животноводческие хозяйства не только из этих районов, но и со всех освобожденных территорий. Этот процесс все еще продолжается. Орхангасым Лэмюльф, Раслан Зайдай, Новости ОСТВ. Это были все новости к этому часу. С вами была Ксения Анисимова. До новых встреч. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА